Добрый день дорогие друзья! Я рад приветствовать вас в Музее Победы. Установилась хорошая погода, а это значит, что настало время рассказать вам о наших уличных экспозициях. Сегодня мы с вами побываем на площадке вооружения, военной техники и инженерных сооружений 30-40-х годов прошлого столетия, где собрана уникальная коллекция боевой техники, стран-участниц Второй мировой и Великой Отечественной войны. Если взглянуть с высоты птичьего полета на этот раздел экспозиции, мы с вами увидим немецкую трофейную технику и советский пограничный столб. Здесь в рамках нашей экспозиции начинается Великая Отечественная война, которая пройдет 1418 дней и ночей. Кроме боевой техники у нас на экспозиции установлен памятник фронтовым собакам. Эти четвероногие воины Великой Отечественной войны на поле боя помогали раненым солдатам и офицерам. Саперам они помогали обезвреживать мины и бомбы и даже разминировать целые города для того, чтобы туда вернулись мирные жители. Придя к нам на экспозицию, не забудьте, пожалуйста, на удачу потереть нос четвероногому другу. Большой вклад в достижение общей победы внесли воины-железнодорожники и служащие наркомата путей и сообщений. У нас на экспозиции Музея Победы представлен воинский эшелон, на котором вывозились промышленные объекты населения Советского Союза в тыл, где бы их не достал враг. А из тыла, с заводов на фронт везлась боевая техника, которая громила врага. Уникальным экспонатом авиационного раздела экспозиции нашего музея является этот военно-транспортный самолет ЛИД-2, настоящий воздушный извозчик войны. Он является лицензионной версией американского самолета DC-3. И у вас, зрители канала Музея Победы, есть уникальная возможность заглянуть внутрь этой крылатой машины. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Давайте с вами поговорим о внутреннем устройстве самолета ЛИД-2. В носу у нас находятся рабочие места пилотов. Дальше идет место штурмана и радиста. Оттуда мы попадаем в салон самолета. Здесь у нас он фрагментарно разделен на две части. Конкретно это рассказывает о пассажирской модификации самолета ЛИД-2. Из пассажирской секции мы попадаем в транспортодесантную. Здесь в год Великой Отечественной войны сверху устанавливалась башня, а здесь размещались на скамейках бойцы воздушно-десантных войск, которые десантировались через эту дверь. В пассажирской модификации было предусмотрено багажное отделение и, что немаловажно для дальних перелетов, в самолете находилась уборная. Кроме боевой техники у нас на экспозиции есть партизанская деревня. Здесь и землянки, и партизанская столовая, есть даже настоящая полевая кухня. Кроме всего прочего вы можете поиграть в военно-тактическую игру лазертак музейного клуба тактик. Кроме наземной техники в Музее Победы представлены и боевые корабли. Это торпедный катер проекта 123 «Бискомсомолец», артиллерийский катер проекта 1204 «Шмель». Акваторию Музея Победы защищает береговая артиллерия калибром от 85 до 152 миллиметров. Начиналась наша экспозиция с немецкой трофейной техники. Заканчивается она тоже трофейной, но только японской. 9 августа 1945 года Советский Союз начал боевые действия против Японской империи. Вторая мировая война закончилась 2 сентября 1945 года. Но спустя уже 76 лет, как она закончилась, в самой Японии практически не осталось боевой техники, которая представлена у нас на экспозиции. У них есть только три танка Хаго и Чиха. У нас же 11 единиц. Наш музей является второй площадкой в мире по количеству японской техники. Первая площадка также находится в России. Ну а на сегодня мой рассказ о боевой технике и инженерных сооружениях Музея Победы подходит к концу. Оставайтесь с нами и до новых встреч в Музее Победы!